У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Касым Жомар Тукаев, президент Республики Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Достоин ли акимат такого здания? Центр Жамбулского района, село Узанагаш, встретило нас с довольно большим рынком. Рынок, как известно, место колоритное, так что направляемся в первую очередь туда. А стоит сколько? Это 3,500. 3,500? За 3 можно. За 3 можно, а за 2,500? Тоже можно. А за 2? Нет. То, что думают о жизни и о Бакиме, в частности местные обитатели, мы еще покажем. А пока выйдем из рынка и упремся в бетонное ограждение. Зачем разделили дорогу таким способом, нам непонятно. И жителям этого дома тоже. Проблемы с пешеходными переходами есть и на улице символично. Астана, как же так, она же должна быть образцово-показательной. Но нет. Дети в школу идут, дети в детский сад, даже играть негде. Машина по 150 прям ездить, камазы разные ездить. Днем и ночью покоя нет. А лежачий полицейский, пешеходный переход? Нет, ничего. Они обещали, вот нету. Я писала, писала. Они сказали, поставим, до сих пор нету пешеходов. Когда вы обещали? Кто вам обещал? Алмаз там, который дорогу делает. Это когда было? Это уже 2-3 года назад. 2-3 года прошло? Да. Я тут раз тоже хотела, месяц тому назад я к нему ходила. Я говорю, когда ты поставишь? А Пашка через неделю. А он и нету через неделю. Но Астану хотя бы заасфальтировали. А вот за улицу Валиханова беспокоятся даже те, кто на ней не живет. У нас здесь нормально все. Вот эта улица Валиханова, надо асфальт делать. Вот эту дорогу когда последний раз делали? Никогда не делали. Вообще никогда? Никогда. Как мы переехали, 20 лет живем. И здесь ни разу не делали дорогу? Никогда. Болото вот на воду. Акимату говорили? Ну вот муж ходил, говорил. Что говорят Акимату? Вот сейчас пойдемте. Пойдемте. Болото не пройдешь здесь. Вот я сколько раз упала, все пальцы обрезала. Серьезно? Да. Никого нету дальше. Что они, ответили хотя бы что? Не ответили дальше. Даже не ответил. Не письмо, не это. А вы только в Инстаграме или в Акимат тоже ходили? Мы ходили вместе все соседи. Вот когда вы пошли все вместе, как там было? За Акимат здесь. Не за Акима, а это в Женогачевский, сельсоветский. Да, да, да. А районы не отреагировали? Районы даже не пришли нам туда. Конечно, не пустили. Вы же помните, как выглядит район Акимат. Обычные люди туда попадают с трудом. А обращались в Акимат, чтобы поставили вам? Ночью как ходите? Вы это бесполезно все равно. Почему бесполезно? Кто будет там, где он ответит? То есть думаете, в Акимат бесполезно обращаться? Конечно. А хотели бы обратиться, хотя бы по поводу резко выросшего тарифа на вывоз мусора. Я говорю, а что, золотые машины? Что вам ответили? Они сказали, в Акимат обращайтесь, обращайтесь туда, обращайтесь туда. В Акимат позвонила, мне там 33 номера дали, никто со мной толком не поговорил. Никто ничего. На сколько подняли цену? Ну вот, я платила 1400, сейчас буду платить две с лишним. Это на что? На человека 200 сейчас, да? На человека 300 тенгеста. 300, да? Ужас, раньше 150 было, 200 было. Да, вот подняли цены на это. Что ж, не пускай от Акимат обычных людей, может, у представителей СМИ получится. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Калан сгалай. Альхамду лилла. Хабар 24, программа Акима. Кумир, Акима. Аким нужен. Аким. Начало достаточно позитивное, а после к нам вышла женщина, записала наши данные и ушла. Мы ждали, в общей сложности около часа. Потом за нами спустился уже другой человек и все-таки провел здание. И сразу отвел в приемную к Акиму. Приемная Акима Жамбулского района. Как вам? Хорошенько, да? Прямо как у министров в столице. После очередного ожидания уже в приемной перед входом в кабинет нас зачем-то попросили оставить мобильные телефоны. У нас есть огромная камера, зачем мне телефоны? В итоге здравый смысл взял верх и после дезинфекции мы наконец попали к Акиму. Для чего вам такое здание Акимат? Для чего? Для полноценной работы. Для полноценной работы. Сейчас вся наша работа направлена на обеспечение потребностей населения. И, соответственно, все отделы у нас здесь работают. Для чего вам такая территория ограждена? Понял вопрос. У нас имеется свыше 100 объектов ОТО. Это в уязвимом террористическом отношении. То есть Акимат, районный Акимат, тоже относится к объекту уязвимого террористического отношения. В связи с этим есть постановление республики по линии комитета национальной безопасности разработанного правила. По нему мы относимся к объекту уязвимого террористического отношения. Все районные Акиматы в стране такие, да? Все. Мы первый раз видим такое ограждение. Кто как исполняет, я за всех ответить не могу. Но есть предписание КМБ. Мы по нему исполнение сделали. По улице Астане мы буквально в прошлом году установили дорожную неровность. Вы можете посмотреть возле школы. Там школа Абая. И параллельно с ней идет искусственная неровность. Какие можете? Нет, две. Две с пешеходом. И возле училища, там, возле профтехучилища у нас установлен еще пешеходный переход с соответствующим знакомым. Это достаточно для всего? Ну, где основные школьные, школьного возраста дети мы туда в первую очередь установили. Сейчас дополнительно мы еще заявку сделали на этот год с учетом выделения денежных средств. Мы это обеспечим полностью. Этот 150 тенге тариф не рассматривался энные года. Теперь сейчас пересмотрели. Сразу в два раза? С человека было, теперь на двор выходим. То есть 300 тенге, скажем, раньше 150 тенге было с каждого человека. Сейчас выходим именно на двор. Тем не менее, вот у бабушки счет был в прошлом месяце 1000 с чем-то, сейчас у нее вышло 2000 с чем-то. То есть ровно в два раза у нее повысился тариф на мост. Вы укажите конкретно эту бабушку, ее адрес мы будем адресно разбираться. Ну, что значит адресно разбираться? Адресно разбираться. Почему у нее до этого было 1000 тенге, сейчас стало примерно 2000 тенге. Какие-то объективные, субъективные причины же могут быть. Без причинно никак квитанция не может пойти. Теперь наше традиционное голосование. Ничего не изменилось. Я живу по улице Валиханова. Это Узнагачи, Шухан Валиханова, знаешь. Так. Мы сколько писали, люди говорили, у нас асфальта нет. Три с плюсом ставить можно. Три с плюсом? Это что значит? Это больше плюс получается? Ну, наверное, скорее всего так. А почему не минус? Ну, потому что здесь у нас все вот убирают здесь. Мы не знаем ни местный Акимат, ни сельский, ни этот Акимат не работают с народом вообще, мне кажется. Вы тоже так считаете, что не работают? Не работают, не работают. За эти три месяца что-то изменилось? Нет, никакого. Ничего не изменилось, да? То есть минус ему заработал? Ну, минус, да. Я слышала, что у нас новый Аким. Наверное, сделает. Надеюсь. Вот он три месяца назад пришел, что-то изменилось в лучшую сторону? Не изменилось? Нет, до сих пор наши дороги такие же. Во-первых, дороги стали лучше, разметки появились, как-то благородилось, обустроилось, магазины появились. Ну, общий вид какой-то даже более эстетичный стал, более красивее. Вы думаете, лучше стало? Да, я думаю, лучше. То есть Акимат плюс ставит? Я ставлю плюс. Вот так вот вышла сегодня такая хорошая погода, пойду, похожу, приду назад. То есть для вас Акимат справляется, да, получается? Ну, это до них, наверное, справлялись, а сейчас этот Акимат новенький, он что сделал? Ничего не сделал. Ничего не меняется, все так и остается, как и прежде. Да? Ничего не меняется. Как вы считаете, Аким работает? Нет. Не работает? Нет. Честно, спасибо за честность. А почему? Ну, толку нет с ним. Господин Нурлан Гертас проработал Акимом Жамбулского района всего пару месяцев. Однако не один год занимал здесь должность заместителя. Мы не делаем выводов сами, а даем такую возможность нашим телезрителям. Насколько оправдано брать с него спрос за проблемы местных жителей. Но, как показал наш опрос, большинство сельчан работой действующего Акима все-таки недовольны. Что ж, мы попытаемся подробнее рассказать, чем живет Аким Жамбулского района в нашем следующем итоговом выпуске. Там мы, кстати, расскажем и о том, почему Нурлан Гертас предпочел не открывать перед нами все двери из своего большого и красивого кабинета. А на сегодня это все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова